Встреча с Круглого стола Директора телекомпании РЕНТВ Архангельск Константина Яковлева Когда мы примерно полтора месяца назад Решили телекомпанию РЕНТВ организовать Специальный цикл программ «Взгляд с высотки» Автором и ведущей, которой выступает Анжелика Котова Мы недолго думали и размышляли Какую наиболее актуальную тему Которая вызывает в нашем обществе в Архангельской области Максимальный интерес Мы недолго думали и выбрали тему Которая и стала первой темой Цикла программ «Взгляд с высотки» Мэр или сети-менеджер Потому что полтора месяца назад Еще до первого чтения До принятия этого закона в первом чтении По сути наше общество Раскололось на два лагеря В котором присутствовали Как сторонники этого закона И законопроекта 136-го федерального закона О реформе местного самоуправления Так и его противники И в ходе нашего Скажем Цикла программ Мы приглашали к себе К нам в гости В студию И сторонников И противников этого закона Экспертов И вы знаете Ну скажем так То что у нас это удалось И то что это получилось Это совершенно однозначно Наш проект вызвал большой интерес Также у зрительской аудитории РЕН-ТВ И пользователей сети интернет В частности Было организовано голосование На странице РЕН-ТВ В интернете Хочу озвучить итоги голосования За отмену прямых выборов мэра И ведение должности сети-менеджера Выставилось 26,1% От числа проголосовавших Против 47% Респондентов И не определились В своей позиции 26,7% Я хочу добавить Что конечно этот проект Получил такое Ну активное развитие И широкую Широкую поддержку Интересу зрителей И читателей Также во многом Благодаря нашему партнерству С информационным агентством Двиной информ Где Очень Проводим круглый стол Как раз именно В этом информационном агентстве И во многом Благодаря нашему сотрудничеству Да Вот все печатные версии Наших гостей В студии РЕН-ТВ Участников Взгляда с высотки Размещались на портале Двиной информ И мы получали Обратную связь В том числе И с информационным агентством Поэтому вот этот проект Взгляд с высотки Мэр или сити менеджер Проходил совместно С информационным агентством Двиной информ К участию К круглому столу Мы пригласили Следующих участников Это Ковалев Сергей Михайлович Заместитель губернатора Архангельской области По региональной политике Это второй Станислав Алексеевич Депутат областного собрания Председатель комитета По законодательству Судебно-правовым вопросам Поликарпов Александр Ефимович И местному самоуправлению Попов Иван Леонидович Депутат областного собрания Шашурин Александр Иванович Советник мэра Архангельска Иванов Александр Петрович Советник мэра Архангельска Донской Александр Викторович Экс-мэр Архангельска Ларионов Сергей Иванович Политолог Катурин Игорь Вячеславович Социолог Также Шаров Юрий Вячеславович Депутат областного собрания И Сумарокова Светлана Алексеевна Это заместитель Директора муниципального Правового департамента мэрии города Архангельска. Да, в общем-то, мы знаем с вами, собственно говоря, и мы определили и темы, основные круглого стола, те, которые, собственно говоря, с учетом того, что в первом чтении этот закон был принят, мы так и сформулировали темы нашего круглого стола, которые сегодня мы с вами будем обсуждать. Первая тема – это поправки к закону о реформе системы местного самоуправления. Как раз мы знаем сами, что мэрия инициировала целый ряд поправок ко второму чтению, и мы как раз и будем, хотим послушать, Светлана Алексеевна, в чем была суть поправок, и также вопрос, почему они все-таки на взгляд участника круглого стола, почему все-таки они были отклонены. Вторая тема нашего круглого стола – это портрет сети-менеджера и кадровый потенциал Архангельской области. Сможет ли область наша Архангельская найти такое количество грамотных, эффективных управленцев, менеджеров, которые способны возглавить муниципальное образование. И третья тема нашего круглого стола – это способный закон нивелировать конфликт между областным правительством и мэрией областного центра. Это то, что у нас красная линия, так Анжелика, проходила практически… Через несколько программ. Через несколько программ, да. Вот такие темы, да. И давайте перейдем, наверное, к первой теме нашего круглого стола, и я немножко добавлю лишь пару слов о формате. Круглый стол, он теми, почему и называется круглым столом, что мы здесь заслушаем мнение как экспертов, так у нас приглашены к участию в круглом столе и спикеры, те, кто был у нас в студии, и, естественно, журналисты средств массовой информации. Поэтому право задать вопрос и высказать свою точку зрения будет у всех участников круглого стола. Но учитывая формат прямой трансляции, который сейчас идет на телеканале ПС, и могу сказать, что это достаточно беспрецедентное явление, ну, скажем так, по крайней мере, в общественно-политической жизни Архангельской области и яркое событие, потому что зрители, телезрители кабельной сети АТК и, так сказать, зрители интернета могут увидеть все, что здесь будет сказано в режиме онлайн. И это, по сути, ну, скажем так, достаточно беспрецедентно. Но, с другой стороны, накладывает определенный отпечаток, четко ввести регламент сегодняшнего, так сказать, мероприятия. Я попрошу спикеров и тех, кто задает вопросы, укладываться в формат до пяти минут по той или иной теме. И, если что, мы будем выходить за рамки регламента, то уж не взвещайте, мы с ведущей, с моей коллегой Санжеликой будем вас поправлять. Поэтому, пожалуйста, давайте первая тема. Да, перейдем к первой теме. Она звучит таким образом. Поправки к закону о реформе местного самоуправления. Суть поправок, почему они были отклонены. Я хочу передать слово автору поправок от мэрии Архангельска. Светлана Алексеевна. Действительно, мэрия города внесла поправки... Погромче, если можно, Светлана, чуть-чуть. Пожалуйста. Мэрия города внесла поправки в областной закон. Закон называется внесение изменений дополнения в областной закон о реализации государственных полномочий Ахангельской области в сфере права регулирования организации и осуществления местного самоуправления. Наша позиция основывается на том, что... Вернее, поправлюсь. Суть поправок сводится к тому, что мы хотим оставить порядок формирования органов местного самоуправления в том объеме, в котором они на сегодняшний день находятся. Поясню тем, что областной закон, вернее, закон о проект, он определяет новый порядок формирования, который сводится к тому, чтобы в муниципальных образованиях, имеющих статус городского центра формировать, скажем, определять главу муниципального образования, чтобы глава муниципального образования не избирался на выборах, а назначался из представительного органа. Далее, исполнительно-распорядительный орган, то есть местная администрация, должна в соответствии с областным законопроектом назначаться представительным органом по результатам конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия будет образовываться 50% из состава представительного органа и 50% из состава конкурсной комиссии это будут представители органов областной власти, назначаемые губернатором. Далее, законопроект сводится к тому, законопроект сводится к тому, чтобы поменять наименование местной администрации. То есть на сегодняшний день местная администрация именуется мэрия города Архангельска, как общеизвестное наименование, а законопроект предлагает изменить и оставить наименование как администрации. Мы против этих поправок. Почему? Потому что мы считаем, что самой демократичной формой назначения главы муниципального образования являются выборы, поскольку при этом существует конкуренция на выборах. И это наиболее эффективный способ выбора и подготовки профессионалов. И не случайно хочу отметить, что после проведенного эксперимента с назначением губернатора все-таки мы вернулись снова выбором губернатора. И поэтому самая демократичная форма это будет, наверное, все-таки избрание главы муниципального образования, а не избрание главы муниципального образования в кругу депутатов. Глава муниципального образования, по нашему мнению, все-таки представляет интересы населения. И поэтому и ответственность он несет перед населением. А если, как предлагает законопроект, глава муниципального образования будет избираться и соответствовать статусу председателя представительного органа, то, по нашему мнению, здесь и ответственность будет размазана, и полномочия будут совершенно другие. Мы полагаем, что должно все-таки остаться наверное полномочия главы муниципального образования именно в том варианте, как на сегодняшний день. И избранная глава муниципального образования все-таки высшее должно с моим лицом, и оно должно именно проходить через выборы, а не назначаться представительным органам. Что касается предложения представительного органа по сети менеджера, мы тоже не можем с этой редакцией согласиться, поскольку мы на сегодняшний день видим, что назначаемые сети менеджера не имеют ответственности перед населением, они несут ответственность перед теми, кто их назначил. И, естественно, отпадает возможности, вернее, население лишается возможности отзыва, скажем, руководителя местной администрации, как на сегодняшний день существует такая возможность. Сети менеджер, он будет, скажем так, работать на контрактной основе, и действие контракта может быть прекращено в двух случаях. То есть тем лицом, которым оно назначено, то есть может губернатор отозвать и может отозвать представительный орган за ненадлежащее исполнение соответственно государственных полномочий переданных субъектам и за ненадлежащее исполнение условий контракта перед представительным органом, то есть по вопросам местного значения. Поэтому, исходя вот из этих соображений, мы считаем, что нужно оставить ту систему избрания главы муниципального образования. То есть наши поправки сводятся к тому, что мы в ту редакцию закона вносим определенные условия именно для муниципального образования город Архангельск и просим именно для нашего муниципального образования оставить систему избрания главы муниципального образования. Руководство органа, исполнительно-распорядительного органа оставить, как на сегодняшний день это лицо, назначаем лицо избранное на выборах, то есть как на сегодняшний день глава муниципального образования тире мэр города, то есть руководитель местной администрации. Кроме того, вторая поправка наша сводится к тому, чтобы уточнить наименование органов исполнительной власти. Предлагаемый законопроект не оставляет нам право выбора при наименовании органа исполнительной власти. То есть на сегодняшний день законодатель предлагает уйти от того наименования, которое на сегодняшний день существует. Это мэрия города, мэрия. Мы предлагаем в перечень наименований включить еще и кроме администрации и мэрия, то есть распространить именно нам муниципальное образование в городе Архангельск. Кроме того, оставить наименование руководителя местной администрации, мэр, город, а не руководитель администрации, как предлагает законодатель. Кроме того, мы это обосновываем еще и тем, что это повлечет дополнительные расходы. Мы предварительно просчитали, может быть, это покажется смешная сумма, наименований. Но в период, скажем, дефицита финансовых средств в бюджете муниципального образования города Архангельска, 2 миллиона для нас переименования, скажем, мэрии в администрацию, мы считаем, что это, ну, тоже, наверное, средства, которые необходимо, может быть, направить на более разумные цели. Станин, я вынужден вас переместиться. В принципе, вы все так, по большому счету, у нас регламент, да, так сказать, подсказывает. Я, уважаемые коллеги, уважаемые зрители, хочу выразить к сожалению, что, к сожалению, по разным причинам не все участники нашего круглого стола, те эксперты, кто был в нашей студии, в программе «Утонжерики взгляд с высотки», не все смогли прийти сегодня на этот круглый стол, поэтому нам придется по ходу сразу переориентироваться и как раз некие комментарии вот по тому, что поправки, которые инициировала мэрия, были на рассмотрении областного собрания, были отклонены. Я предлагаю прокомментировать депутату областного собрания Шарову Юрию Вячеславовичу. Как происходило рассмотрение этих поправок и на разгад все-таки, почему они были отклонены? Ну, вообще, на самом деле, надо добавить, что здесь поправки были не только города Архангельска, но это были поправки и депутата Шарова, депутата Новикова, депутата Ивана Леонидовича Попова, также ряда муниципальных образований в Архангельской области. Погромче, пожалуйста, Мальчиславович. Всего поправок было около 40 штук. Стоит отметить, что рабочая группа была создана распоряжением исполняющей обязанности спикера областного собрания. И она собиралась 14 октября, в тот момент, когда, например, я находился в командировке. И коллеги знали о том, что я собираюсь на командировку. Огромное количество поправок больше всего, конечно, внесли мы вместе с Новиковым, Александром Владимировичем, представителем КПРФ. Они касались, по большому счету, одного момента. То, что необходимо оставить на усмотрение муниципалитетов систему формирования муниципальной власти. То есть, если кому-то необходимо, как, например, Коножскому или Ельскому району сети менеджеров, пожалуйста, вводить эту систему. Если есть муниципалитеты, которые против, то оставляйте эту систему такая, какая сейчас у нас есть в Архангельской области. Я не буду очень долго говорить по поводу того позиции, которая у нас, в общем-то, была. Я думаю, что все коллеги здесь более-менее знакомы с позицией нашей фракции. Остановлюсь по тем позициям, почему поправки не были приняты. Значит, присутствовала... Рабочая группа была создана из двух комитетов. Комитет по законодательству и Комитет по местному самоправлению. Откуда там Комитет по законодательству, мне, например, не всем понятно. Я думаю, что всем коллегам должно быть понятно, что рабочая группа как орган рассмотрения поправок родилась потому, что в Комитет по местному самоправлению попросту побоялись эти поправки отдать. Потому что, собственно, как бы позиция там не совсем как бы однозначная, такая, что, дескать, нужно эти поправки принять. Было пять членов рабочей группы 14 октября, и голосование по всем поправкам выглядело примерно таким образом. Один против, точнее, извиняюсь, один за, четыре против. Вот тот, кто был за поправки, это депутат от ЛДП Сергей Антонович Пивков, все остальные представители Единой России, они все дружно голосовали, значит, за вот эти вот поправки. Все поправки были отклонены примерно с одинаковой формулировкой. То, что поправки нарушают концепцию областного закона. Вот, ну, собственно, я по образованию юрист, и более того, я юрист как раз вот именно вот этого профиля, и для меня вот такая формулировка, она не совсем понятна, потому что вы все прекрасно знаете, что областной закон, он был, по сути дела, проведением в соответствии с федеральным. То есть это не была какая-то инициатива местных депутатов или правительства, это была, по сути дела, приведение в соответствии с федеральным законодательством. И надо сказать, что предмет регулирования закона, который вот мы сейчас обсуждаем, это не только система назначения главы, это целый ряд, значит, моментов. И если бы фактически по этой логике рассуждать, то любое изменение ко второму чтению этого закона, это уже изменение концепции. Поэтому та формулировка, которая была принята рабочей группой за основную, как нарушение концепции закона, конечно, никакой критике, значит, как понимаете, не подлежит. Поэтому, значит, поправки были все отклонены. Теперь на усмотрение сессии 22 октября этот закон будет вынесен. Очевидно, что большинство, которое сейчас уже понимает, значит, что Майт не качнулся в сторону правительства и их позиции, понятное дело, что проголосует. Почему я внес эти поправки? Я, помимо того, что являюсь депутатом и членом профильного комитета, еще и являюсь членом Конституционного совета спикеров районных и городских собраний. Я вам хочу сказать, уважаемые журналисты, уважаемые члены круглого стола, что у нас подавляющее большинство местных территорий выступает за прямые выборы, чтобы вы просто это понимали. И, знаете, вот я выступал на этом Конституционном совете, он был совсем недавно, в районе 10 октября, по поводу вот с этой позиции. Мне в куларах все подходят, руки жмут, а потом глаза закрывают и говорят, что, дескать, ничего, нас там начали по партийной линии немножко так бомбить и так далее, извиняюсь за выражение. Поэтому, по большому счету, мы с коллегой Новиковым внесли эту поправку не только для городских округов, но и для районов, выполнив работу за муниципальное образование, которые просто немножко поиспугались, значит, идти в разрез с линией правительства. Хотя я хочу подчеркнуть, что эта линия правительства, по сути дела, она не ретранслирует федеральную повестку. Если вы помните, первая редакция закона, которая была принята в Государственной Думе в первом чтении, она императивно обозначала, что в связи с этим менеджером ко второму чтению эта норма была изменена, как юристы говорят, на диспозитивную норму, то есть на усмотрение региона. И у нас, понятное дело, что решили, что необходимо эти глав назначать. Хотя я вам хочу сказать, что по статистике комитета Госдумовского по местному своему управлению, как конкретно господин Кидеев, говорил о том, что только 20% всех субъектов ввели систему сети менеджеров. Все остальные, по сути дела, остались с прямой системой выборов. Тем не менее, Юрий Вячеславович, я позволю вам немножко сапонировать. Тем не менее, мы в разговоре с Александром Петровичем Ивановым, когда он был у нас гостем, как раз в разгаде Сусотки, с другими экспертами, мы, по крайней мере, услышали и понимаем, что, по крайней мере, в северо-западном регионе Российской Федерации у нас соседи активно идут по этому пути, по пути как раз введения. Вы знаете, в Вологодской области ставилась эти выборы. То есть, по сути дела, я вам должен сказать, что... Я, к сожалению, сейчас не могу перечислять все остальные субъекты, но здесь ситуация такая, что это и политически выгодно Кремлю. Объясню, почему. Именно избранные главы. Значит, у нас, как известно, будут в 2016-2018 году выборы федеральные, и те, кто контролирует голосование фактически на территориях, тот очень полезен для Кремля в этом отношении. А, извините, сити-менеджер, он как бы не является тем, кто контролирует. И глава не является, потому что он является, по сути дела, первым среди равных. То есть, фактически, спикер будет главой, да, поэтому... Здесь я с вами не соглашусь. По югу России, может быть, да, то, что там, имеется в виду Кавказские регионы, там совсем другая политическая культура. Нам начинают рассказывать, это по поводу опыта Мордовии, республики. Коллеги, там они уже 15 лет живут сити-менеджерами. Юрий Вячеславович, я вас перебью, да, почему? Потому что давайте мы послушаем еще других участников нашего круглого стола, пожалуйста. Да, спасибо, Юрий Вячеславович, за вашу позицию. Я бы хотела передать слово политологу Лариону Сергею Ивановичу. Какая ваша позиция по этому вопросу? Ну, я не хотел бы говорить вообще о политике в этом вопросе, а для присутствующих нарисовать картину возможного перехода, если закон, областной закон будет принят, вот в этом варианте. Значит, что ждет местное самоуправление? Значит, это, подобная картина была в 91-м году, когда от горсполкомов и райисполкомов переходили, создавали мэрии и администрации. В 96-м году, когда прошли выборы, но там уже в меньшем варианте, а сейчас же придется не просто заменить избранного мэра на назначенного, придется менять всю систему взаимоотношений в конкретном муниципалитете. Вот возьмем город Архангельс. Значит, во-первых, избирать, должна появиться фигура главы муниципального образования. Значит, закон позволяет должность главы муниципального образования как высшего должностного лица совмещать или с главой администрацией, или со спикером собрания. Значит, по этому варианту, значит, избирается глава муниципального образования депутатами, и он же одновременно избирает, исполняет обязанности председателя горсовета. Но я хочу застрелить ваше внимание. Это уже прилагательный, значит, спикер Гордума. В первую очередь, он будет избираться как глава муниципального образования, со своими полномочиями. И вот смотрите, у него возникает определенная полномочия, у главы муниципального образования. Значит, в действующей системе полномочия главы муниципального образования и мэра города объединены, ну, переплетаются. В уставе города Архангельска нет разграничений полномочия главы муниципального образования и полномочия главы администрации. Значит, часть полномочий, которые закреплены сейчас в уставе, они должны перейти к главе муниципального образования. Простой пример. К вопросу разделения политических и хозяйственных функций, о чем часто любят говорить представители областной администрации. Муниципальный правовой департамент мэрии. Он где будет? У сити-менеджера или у главы муниципального образования? Аппарат мэра города нынче. Он где будет? Что останется у сити-менеджера? Да ничуть не бывало, потому что там функции, обеспечивающие деятельность главы муниципального образования. Сейчас депутаты принимают какое-то решение, это идет на подпись мэру города. Потом, куда она пойдет на подпись сити-менеджеру? Это же нонсенс. Значит, пойдет главе муниципального образования. Но не как председателю городского совета, а именно как главе муниципального образования. И у него должен появиться аппарат, обеспечивающий деятельность главы муниципального образования. Чистенность чиновников в Архангельске увеличится. Во всех районах увеличится. Притом, значит, последует целая революция в документообороте. Значит, это, вот представьте, я с позиции практики говорю, потому что я это все проходил. Значит, на целый год все нынешние администрации городов и районов будут вовлечены в пересмотр существующих документов. Устав города, положения, регламенты, все административные регламенты, все должностные инструкции, все должно быть пересмотрено. И вот, значит, представьте сейчас социально-экономическое положение и чем будут заниматься наши чиновники. Значит, заканчиваю, чтобы не пугать, к этому вопросу можно вернуться. Этот вопрос, кстати, никто не обсуждает. И я бы очень хотел задать его авторам вот этого законопроекта, где сказать, вы вообще последствия предусматриваете, вернее, просчитываете. Вы, значит, посмотрите, чем будете заниматься. Никто этим пока не озадачен. Значит, а в течение трех месяцев уставы должны быть пересмотрены. И переутверждены. Значит, более того, значит, должен быть принят закон о работе комиссий по избранию сети менеджеров. Потому что указом губернатора эти комиссии невозможно назначить. Потому что это... Решение, решение, представить, нужно сделать. Но все равно, даже проекта близко нет. То есть, Сергей Иванович, можно ли тогда расценить вот ваши сейчас слова и ваше выступление как некое программное предложение? Нет, я, во-первых, хочу сказать, что это абсолютно не ко времени, вот эта затея, а абсолютно. Возможно, когда-то к этому подойдут все. Сейчас нет предпосылок для того, чтобы менять систему. Предпосылок сейчас нет объективных, это первое. И второе. Сегодня на сайте новой газеты, посмотрите, пожалуйста, есть материал. Обзор, значит, работы регионов по притворению уже 136-го закона. Ну, Архангельская область отмечена как, значит, принявшая первое мчение. И вот смотрите, вот Ярославль, там очень сильное местное самоуправление в городе, в Ярославле. Ярославль и Рыбинск будут выделены в областном законе. Если все остальные муниципальные образования пойдут по схеме сети менеджеров, то Ярославль и Рыбинск оставляют, значит, все в нынешнем положении. Похоже, что к этому склонятся депутаты Вологодского собрания и Вологда, и Череповец тоже, скорее всего, добьются сохранения системы у себя. И будет очень интересно посмотреть в дальнейшем, как системы действуют параллельно. Это можно все сделать. Спасибо, Сергей Владимирович. Кто еще из экспертов желает высказать? Я хочу сказать. Александр Викторович, подняйтесь. Да, значит, ну, для начала нужно, на мой взгляд, конечно, да, может, я ошибаюсь, но вы мне скажете, да, здесь защитники мэра и защитники губернатора, да, потому что губернатор за сети менеджера, вот там, те, кто выступает за то, что был мэр, они, ну, понятно, за то, что остался мэр. Значит, есть вопрос один, то есть ко всем, кто здесь присутствует. Вообще, кто-то выступает здесь за подрыв политической системы России, за слом вертикали власти и за то, чтобы Путина отстранить от власти. Есть такие люди? Они отсутствуют. Отсутствуют. Хорошо, отлично. Значит, тогда, значит, о чем мы говорим? Нет, хорошо, они сидят уже, да, наверное, то есть должны сидеть, потому что ФСБ должно их арестовать. Правильно? Так вот, значит, я это знаю, точно. Значит, если здесь таких людей нет, то есть, в принципе, вы понимаете, что есть политическая система, есть вертикаль власти, есть Путин, который определяет политику в стране, то тогда, значит, представителем Путина является здесь губернатор, и он назначил Путин. Значит, нужно сделать так, как говорит губернатор. Он назначил Медведев. Ну, Медведев, неважно, Медведев – это то же самое, что Путин. Значит, Медведев – это то же самое, что Путин, потому что Путин назначил Медведева. Значит, так вот, значит, теперь такой вопрос, да, что… Это неизбежно. Это нет, нет, еще раз говорю, что это точно неизбежно, то есть, неважно, кто лучше. То есть, мне говорят, я был в мэрии, был в администрации, значит, губернатора, там, разговариваю с чиновниками. Одни говорят, что губернатор круче, там, мэр круче, там, кто умнее, там, да, там, значит, может быть, Павленко достоин быть губернатором, это все фигня. Значит, я могу сказать, что, значит, неважно, кто лучше, даже мы там протестируем их IQ, и у Орлова будет меньше IQ, чем у Павленко, допустим, да, неважно. Они профессиональные чиновники, да, они работают в системе, значит, и… Но из них главный губернатор, значит, и для вас главный губернатор тоже, для всех нас главный губернатор. То есть, как губернатор скажет, так и должно быть, потому что он транслирует позицию Кремля. Если он врет, то есть, это не позиция Кремля, допустим, что сити-менеджер нужен, да, то тогда его должны снять. Но я, насколько знаю, то есть, из администрации президента, да, из источника администрации президента, что этот вопрос согласован. Я точно это знаю. И поэтому все эти разговоры, поправки, еще что-то, все уже решено. У нас политическая система, в которую входят те политические партии, которые на этом поле работают, в том числе ваша, «Справедливая Россия», да. Значит, большинство населения, я бы сказал, тупые, да, то есть, но я скажу, политически неграмотные, да, они нифига в этом не понимают. Когда вы говорите эти вещи, то есть, у них взрывается мозг, он даже у меня сейчас взрывается, да, от этого всего. То есть, сидит какая-нибудь бабушка там, которая обычно голосует, она не понимает, что происходит. Ей нужно четко сказать, что происходит. То есть, происходит то, что это неизбежно. Если изнасилование неизбежно, расслабься и получи удовольствие. Вот и все. То есть, нужно Виктору Николаевичу Павленку получить удовольствие от этого, да. Второй вопрос. Есть замы и окружение, вот, допустим, чиновники, да, они понимают, что придет новый мэр или там сети-менеджер, он все-таки их выкинет. Поэтому они будут его защищать. Это нормальная позиция, они будут биться за него до конца. Но они же профессиональные люди. И нужно сделать так, чтобы они остались. В мэрии и в администрации области большинство чиновников профессиональные. Там, конечно, есть какие-то люди, которые профессионально лежат в заднее место, допустим, да. То есть, они могут быть непрофессиональными, но зато лежат классно, да. Вот, допустим. И они тоже могут пока работать, но потом их выгонят. А профессионалы должны остаться. Вот, что я хочу. Спасибо. Понятно позиция, да. Юрий Александрович, реплика какая-то, да? Да, реплика и вопрос. Вообще, на самом деле, позиция понятная, интересная, местами провокационная. Но, значит, я не зря сказал по поводу того, как принимался закон в Государственной Думе. Закон вообще, я вот и пытался журналистам рассказать о том, что закон-то родился не в Госдуме, а родился в другом месте, в институте Бадовского Дмитрия, который работает рядом с Кремлем, да. Они пытались ретранслировать идеи вот этого вот послания президента в декабре 2013 года. Если бы, вот то, что вы говорите, было бы принято политически, вот мы в Архангельской области, в Астраханской области и везде, где угодно, значит, назначаем сити-менеджеров, это было бы как императив в федеральном законе. Ничего не мешало Единой России принять такой закон. Это я точно знаю. Но одежда есть ситуация. Исходя из всего остального, то, что, знаете, там на уровне каких-то клерков управления внутренней политики принят решение о том, что в Архангельской области будут сити-менеджеры, это не является каким-то нормальным мнением всего Кремля. Это лишь решение какого-то специалиста. Хорошо, давайте обратимся с Путином. Используйся на ответ на вопрос, нужен сити-менеджер в Архангельской области. Давайте обратимся. Другой момент. Да. И второй момент. Что касаемо, если здесь типа сепаратисты, да, которые там против Путина. Конечно. Извините, я вот знаю, что в Архангельской области закон принят по поводу прямых выборов. Там совсем недавно, значит, губернатор на выборах 14 сентября подтвердил свой мандат. За него проголосовало больше 80% избирателей. Так это подтверждает. Здесь одно другому не мешает. Здесь ситуативно. В той области будет мэр, а здесь сити-менеджер Кремль действует как ему выгодно. Вот и все, это правильно. Они удерживают свою систему власти. Это нормально. Коллеги, движемся дальше. Значит, еще мнение депутата Басового Собонания Иван Леонидович Попов. И дальше мы перейдем к следующей части. Пожалуйста, Ван Леонидович. Спасибо, уважаемые коллеги. Я хотел бы все-таки отметить, что Архангельск – это не вся Архангельская область. И не нужно сужать обсуждение, сведя, что этот закон принимается из-за того, что есть одна фигура и вторая фигура. Так есть. Это конфликт между губернаторами и губернаторами. Так и есть. Это правда. Вы это знаете. Следующее. Я бы хотел отметить, что избиратели у нас достаточно грамотные для того, чтобы избирать достойных людей на прямых выборах. Значит, хотел отметить, что 136-й федеральный закон, наша модель, она соответствует 136-му федеральному закону, и мы могли бы ограничиться лишь техническими моментами, которые бы отразили в нашем областном законе. И когда мы обсуждали эти моменты на рабочей группе при заместителе губернаторе Сергея Михайловича Ковалеве, именно ситуацию по Новодвинску, то, значит, Сергей Михайлович обещал, что в проекте областного закона будут учтены все мнения территории, то есть каждая территория будет расписана. Кто хочет, значит, такую модель, кто такой, такой. На данный момент в проекте этого закона, законопроекта это учтено не было. Спасибо. Спасибо. Хорошо. Да, спасибо. Теперь, перед тем, как перейти к обсуждению следующей темы нашего круглого стола, предлагаю журналистам, которые присутствуют, задать вопросы участникам круглого стола. Пожалуйста, только представляйтесь, какое средство массовой информации вы представляете, и адресно задавайте вопрос одному из участников круглого стола. Коллеги, пожалуйста, есть вопросы по этой теме? Есть несколько вопросов и тем для обсуждения. Представьте. Меня зовут Тимофей Васильев, кто блогер и общественный деятель из Москвы. Наблюдая эту историю достаточно продолжительное количество времени, очень много вопросов по ней возникает, потому что Архангельск является регионом, который достаточно остро стоит на повестке дня сейчас, и в том числе из-за социальной напряженности внутри. Потому что пока здесь, насколько я могу видеть из Москвы, насколько я могу судить из общения с представителями, с жителями Архангельской области города Архангельска, социальная обстановка ухудшается. Пока, вот, собственно, как было сказано, власть делится между губернатором и мэром. Есть конкретные вопросы. Вот обсуждали, как классно иметь выбранного мэра, как все замечательно, целые 2 миллиона рублей, слишком много, чтобы потратить на наемную должность сити-менеджера для села Архангельской области. Вот, говорит господин Иванов, представитель советника мэра Архангельска, к нему несколько вопросов. Во-первых, жители говорят, что город в последнее время находится в застой, общественный транспорт мертвый. Господин Павленко заявлял, что будут трамваи возвращены, будет троллейбусная сеть развита. Где трамвай, где троллейбус? Куда они пропали? Куда они исчезли? Почему общественный транспорт, ну, в общем-то, отпущен и катится в Тар-Тар-Ры? Почему нет никакого развития? Почему не вы говорите о том, что хорошо модель муниципального управления с выбранным мэром хорошая, когда по большому счету она никакого эффекта не приносит? Я посмотрел сегодня ваш город, и, честно говоря, состояние его удручающее. Это, извините меня, какая-то помойка. Вязаная помойка. Вопрос, пожалуйста. Вопрос к Александру Иванову по поводу городского управления, состояния общественного транспорта, городского благоустройства. Вопрос более конкретный. Сколько социального жилья было построено за этот и за предыдущий год? Сомневаюсь, попробуйте отведить. Хотя, конечно, таких цифр вот так вот, коллега, на скидку... Ну, советник мэра Архангельса. Я понимаю, но на скидку таких цифр может и не быть. Если социальное жилье – это неактуальная повестка дня для вас, извините, то я не знаю, что... Откройте сайт мэра Архангельса, там все написано на вашу вопрос. Давайте я отвечу. Все, секундочку, вопрос задан, пожалуйста. Хорошо, значит, с первого начнем с модели «Лучший выборный мэр или не лучший выборный мэр». Я в этом городе отработал четыре года, значит, главой муниципального образования и был избран представительным органом. И все. То есть я здесь не занимаю какую-то отдельную сторону, значит, но я точно знаю, что сегодня, вот сейчас, в настоящий момент, проводить реформу местного самоуправления и в городе, и в области, и в стране, при такой, скажем, ситуации текущей, при таком темпе инфляции, при такой, ну, ограниченности понимания будущего, ну, я думаю, что это политически неверно, как по всей стране, как по области, так и по городу. Поэтому я бы сохранил эту систему, по крайней мере, годика на два, на три существующие, а потом бы снова к ней вернулся. Что касается трамвая-троллейбуса, не слыхал ни разу, значит, чтобы Павленко говорил о возврате трамвая или троллейбуса. Не слыхал. Много лет работаю. Значит, трамвай и троллейбус были в свое время остановлены вначале, а потом, естественно, путем умерли, при предшественнике, вот, значит, Александра Викторовича, Олега Васильевича Нилови при мэре, потому что расходы на их датирование, ну, превысили разумную норму, и не смог город дальше датировать электротранспорт. Просто не смог. 137 миллионов рублей, а где-то, значит, 10 лет назад это были очень высокие суммы, чтобы, значит, например, датировать за год трамвай. Да, оба губернатора, предшествующие, и, значит, в свое время, значит, предшественник нашего сегодняшнего губернатора, Илья Филиппович, дважды пытался вернуть трамвай и троллейбус в город Архангельск. Были разработаны программы этого, значит, возвращения. Я один из участников разработки этих программ суммы, которые потребовались бы для их возвращения, были, значит, неподъемны. Областному бюджету тогда Михальчук хотел на себя это все взять, так ничего и не вернулось. Нынешний губернатор тоже попробовал на эту тему, значит, несколько раз, так сказать, покуситься, но тоже не выдержал финансово, и трамвай и троллейбус для Архангельска в ближайшие 10, наверное, лет 15 невозможно. Что касается социального жилья, есть такой стандарт правительственный о том, что такое социальное жилье. Социальное жилье – это, значит, квартиры до 100 квадратных метров площадью, один из пунктов, что ли, этого стандарта. Так вот, социального жилья в городе Архангельске, если по этому стандарту подходить, строится примерно, значит, это около где-то, наверное, 75-80 тысяч квадратных метров в год. Правда, все это строительство идет за счет самих же жителей Архангельска, поскольку бюджетные затраты на строительство жилья, в том числе и социального, настолько малы, и в том числе эти бюджетные затраты в основном по городским программам идут, по областным практически денег не дается, что объем этого социального жилья бюджетного где-то не превышает сегодня 7-8 тысяч квадратных метров жилья в год. Так вот, благодаря тому, что все-таки политика в городе относительно строительства жилья, в том числе жилья малоформатного, жилья, которое покупают люди, есть, то вот без всякого вмешательства государства, без всякого вмешательства бюджетов и области в городе ежегодно по 75-80 тысяч квадратных метров жилья строится. Я однажды прикидывал объемы строительства в городе Архангельске жилья, значит, и в городе Москве жилья. В общем-то, так получается, что затраты на строительство жилья в городе Архангельске, которые суммарно уходят, если считать на душу населения, они чуть-чуть отстают от объема затрат строительства жилья в Москве. Правда, в Архангельске 90% строительства – это частные деньги, значит, застройщиков. В Москве где-то 50-50. Хорошо. Я получил ответ. Спасибо. И господину Шарову вопрос. Господин Шаров упомянул про то, что Кремлю, по его мнению, выгодно контролирование выборов. Так эта фраза звучала. И то, что поэтому выборная система будет очень удачно применена в Архангельской области. Господин Шаров, а вы имели в виду, что под контролированием выборов? Потому что похоже, что вот это вот что-то в области, знаете, фальсификации и каких-то таких вещей. Может, уточнить этот момент? Нет. Тут никаких фальсификаций нет. Здесь, кто бы ни был, скажем, президентом, кандидатом от правящей, скажем, группы, в 2018 году этому человеку будет очень необходимы мэры избранные, губернаторы избранные. Именно поэтому и в 2014 году, и, я уверен, в 2015 году закончатся все избирательные кампании по выборам губернаторов. Потому что в 2016 году стартует официально, значит, федеральная кампания в Госдуму, и губернаторы с низким рейтингом, либо не умеющиеся управлять политическими сильными главами на своих территориях, либо будут свой мандат подтверждать, либо уходить, собственно, как бы естественным путем. Поэтому здесь никакой речи о фальсификациях, ничем, никаком нет. То есть, по сути дела, речь идет о том, что просто официальный, скажем так, преемник, либо это будет Владимир Владимирович в очередной раз, просто он будет опираться на избранных руководителей, и все. Я говорю о степени адекватности нынешнего губернатора. Способен ли он адекватно воспринимать ситуацию? А ведь пойти на выборы, в его положение, когда ветеранам заявлено, что они плохо работали, поэтому мы живем плохо, да? Им лично заявлено. Идти это самоубийство политическое. Но ведь я не об Орлове сейчас, я, в общем, дурак, он темно опасен, что он не воспринимает, у него нет страха, у него нет чувства реальности. Он уплыл. Есть ответ, Юрий Александрович? Да. Или пойдем дальше? Ваша оценка интересная. Я, на самом деле, не хочу конкретно каким-то оценкам придавать конъюнктуру губернатора. Объясню, почему. Потому что губернатор в одиночку ничего не может сделать, работает в целом правительство. Это первый момент. Второй момент. Это два с половиной года, это очень актуально. Секунду. И второй момент заключается в том, что я убежден, что дураков на посту губернатора быть априори не может. Почему? Да не может быть. И есть просто какие-то обстоятельства, которые, значит, позволили вот таким образом ему себя вести. И знаете, в одном из своих интервью, вот, по-моему, если не ошибаюсь, в бизнес-классе я выразил свое мнение таким образом, что любой не местный специалист высокого класса, приходя на территорию, не имея социальной поддержки глав, значит, предприятий каких-то крупных и так далее, так или иначе превращается в Михальчука. Вот и все. Понимаете, здесь... А как придется поддержка, если он чужой, пришел до чужого? А это на самом деле просто. У нас губернатор Меркушкин, который является губернатором Самарской области, избранный с 93% поддержки населения, на секундочку, полтора года назад был губернатором республики Мордовия. Вы понимаете, специалист такого уровня сумел за полтора года переориентировать, значит, элиты, предприятия и население на себя. И вот, да. И вот, Дмитрий, последний вопрос. Мы следующую тему. Мы следующую тему начинаем. А что превратилось областное собрание в сборище аналитиков, которое анализирует процесс? Или все-таки областное собрание может влиять на политическую ситуацию в отдельно взятом регионе? Нет. Нет? Идем дальше, коллеги. Следующая тема нашего круглого стола, я напоминаю, да, это очень важная тема. И, в принципе, вы прекрасно понимаете, что первое чтение, так сказать, законопроект прошел, то есть, да, и вероятность его принятия во втором чтении, ну, так сказать, практически решенной. И вот в этой связи давайте мы с вами порассуждаем с экспертами, с нашими журналистами, с гостями, круглого стола мы порассуждаем все-таки о портрете сети менеджера. То есть, на самом деле, да, сможет ли область наша Архангельская, ну, в случае, естественно, принятия этого закона, найти такое количество грамотных, эффективных управленцев, менеджеров, ну, тех людей, которые могли бы возглавить такое количество муниципальных образований по всей области в качестве так называемых сети менеджеров. Вот, и начать, Александр Петрович, у нас было спланировано начать, так сказать, этот ответ с вашей позиции, хотя вы только что выступали, но, тем не менее, я хотел бы все-таки, вот как участнику нашего, так сказать, программы «С глаз с высотки», да, и мы с вами об этом рассуждали, вот начать эту тему с вашего выступления. У вас здесь какое мероприятие? Это круглый стол или ваша конференция, а вы журналист? Нет, кто сказал вообще слово сети менеджеров первые? Оно прозвучало, ищи хвост. Мы идем, Арсен Меджер, пожалуйста, да. Ну, я бы рассудил примерно таким образом. Сегодня нет сомнений, что количество людей, которые в состоянии управленцами быть такого уровня, и территориальными управленцами, конечно, оно и в России, и в области, значит, велико. Людей хороших и умных много. Но вопрос в другом. Пойдут ли? И вот на сегодняшний день, мне кажется, что в ту систему, которая создается, ну, люди способные, ну, люди, проще скажем, с мозгами, пойдут вряд ли. Пойдут те, кто каким-то образом, так сказать, ангажирован, каким-то образом себя видит на этом месте, так тщеславно рассуждая, что я смогу, я, значит, буду. А вот тех, кто способен, я думаю, что нет. Будет очень мало. Есть нормальная процедура выявления управленцев, которые толково и хорошо могут работать. Это процедура, обычный, значит, коммерческий найм, в том числе по нормальному контракту, за нормальную оплату. И люди ведь находятся, и люди приходят, и люди управляют различными структурами. Но вот то, что предлагается в виде найма для сити-менеджера, это огромные риски. Это контракт, который, в общем-то, не представляет собой никакой защиты серьезной. Это вопросы, которые будут ему задаваться не по его работе, не по его проблемам, не по тем бедам, которые на нем должны быть зафиксированы, да, то есть не по его вине. И все это исключит очень многих людей, которые могли бы. У нас есть примеры. У Архангельска есть несколько городов-побратимов, где система, значит, сити-менеджеров присутствует и работает. В частности, это было и в норвежском городе, в Ардио, это было в Эмдене, в Германии. Мы разговаривали с сити-менеджерами, особенно, значит, вот с тем сити-менеджером, который был, работал в городе Эмдене. Сергей Иванович его немножко знает. И это был человек, который системой был защищен настолько, что он, в общем-то, особо-то как-то вот и не стремился политически себя, так сказать, обустраивать в представительном органе. Сергей Иванович не очень велся на то, что он должен находить там серьезные контакты с мэром. Он был штат-директор. И как штат-директор, значит, он 12 лет там отработал. Его, значит, контракт прервался. Он получил муниципальную пенсию за эти 12 лет очень приличную, за что он, в принципе, и работал. И до сих пор с уважением люди к нему относятся. Я понимаю, что такой системы ни в области, ни в городе, ни в стране у нас не создать. Поэтому люди есть, безусловно, но придут ли они, я не уверен. Александр Петрович, спасибо. Я хотела продолжить эту тему еще с одним участником программы «Взгляд с высотки». Будет дальше. Александр Викторович Донский, вы пошли дальше всех и назвали возможных кандидатов на пост. Ну, я могу... И сити-менеджером, может быть, с последнего эфира у вас что-то изменилось? Нет, ничего не изменилось. В принципе, на мой взгляд, Сырова – это хороший вариант, потому что мэр города в данной системе будет английской королевой. И мэром города может быть даже собака. В какой-то штате, в Америке, там собака является мэром города. То есть, например, если бы это была собака-президент, допустим, там, да, Лабрадор, да, известный, то это было бы круто, нам бы дали кучу денег. Но, допустим, если он нам ее не дает, то будет Сырова, да, то есть вариант хороший. Следующий вариант – это по поводу сити-менеджера Такиша, потому что, ну, из всех депутатов он наиболее честный. Возможно, он в чем-то кому-то соврал или что-то, может, украл, но если украл и соврал, то немного. То есть меньше всех. Поэтому Акишев – оптимальный вариант. Вопрос в том, что хотят ли они, да, я думаю, что захотят, если им скажут, что, ребята, такое решение пришло сверху, да. А в этом случае конфликта между областью и городом? Не будет, не будет, потому что ни Сырова, ни Акишев не будут ругаться с губернатором, какой бы он дебил не был. Хорошо. Да у него просто подходит, когда он попадет, то они будут ругаться. Нет. Это такие оскорбления. Нет, губернатор ведь может поругаться. Нет, я же сказал, что губернатор – дебил, да, то есть я говорю, если даже нам пришлют какой-то дебила, допустим, то есть так не будет, конечно, нам пришлют умных губернаторов, да, но на самом деле даже если так будет, то есть они не будут с ним ругаться, потому что они, ну, они культурные люди, то есть у них, ну, есть понятные амбиции, которые для меня понятны, я же с ними работал. То есть у них есть плюсы-минусы. — Вы же понимаете, что с губернатором Викторовича боится, это он боится. Я, например, тоже считаю себя культурным человеком. — Нет, секундочку, вопрос такой, секундочку. Нет, вопрос такой, что нет, есть конфликт, это понятно, понимаете, вся история с теменеджером, это все равно конфликты губернатора и мэра, то есть, да, вся история надуманная. Но, коль уж возник конфликт, и губернатор его не может другим способом жить, как через сети менеджера, то тогда пускай так решится, то есть, наконец-то уже, и надо дать возможность Павленко уйти. Проблема в чиновниках, которые там работают, которые считают, что их выгонят, да, там им там тепло, хорошо и так далее. Вот они его уговаривают, Павленко, то есть, говорят, что подожди, сейчас Орловы снимут, подожди еще чуть-чуть, тебя назначат губернатором, и они делают ему, ну, большую проблему. — Где все это происходит? — Нет, еще раз говорю, что со мной раньше тоже это происходило, когда мне говорили, что тебя обрабатывают там мудалки, а еще кто-то, чиновники какие-то, да, я этого не чувствовал, потому что, когда они рядом с тобой, ты не чувствуешь, что они тебя там облизывают, и ты думаешь, что действительно такой сладкий, вкусный и так далее. — Он должен чувствовать, когда тебя облизывают. — Спасибо. — Илья, Илья, я специально... — Нет, твоя эротика пошла уже. — Илья, вы задержались. — Как только пришли на личности, началась эротика. — Илья, вы задержались. — Это характерно для нашей области, понимаете? — Илья, вы задержались, потому что я немножко расскажу о формате круглого стола. У нас обменяются мнением эксперты, а затем, естественно, обсуждение вопросов журналистов СМИ. — Как-то на личности просто не перенадили. — А тут пошли по личностям. — Давайте сейчас я хочу попросить нашего социолога, одного из ведущих социологов в Аркангельской области, Катарина Игоревича, вы постоянно проводите исследования общественного мнения, вы знаете людей, насколько все-таки у нас кадровая скамейка, потенциал богат ли у нас, можем ли мы запомнить? — Я бы хотел немножко в этой же плоскости, но о других вещах поговорить. А поговорить о том, что о фигуре главы муниципального образования с точки зрения общества, с общественной точки зрения интересов, то есть он будет председателем городского совета. — Понимаете, действительно, наши горожане, да как и большинство жителей России, уровень политической культуры невысокий. Но при этом у них есть некие представления, с стереотипами, которые необходимо учитывать, иначе, собственно говоря, даже самое такое административное управление будет неэффективным. А представление такое, что политика или город, или область у нас, у избирателей воспринимается персонально. То есть должен быть главный, главный, кто отвечает за это. И если главный пользуется авторитетом, то для людей это более комфортно, и даже вне зависимости от его качества, и степень управляемости, она выше. В том случае, когда вот система, предлагаемая новая система, когда будет глава МО, избираемый депутатами, и сити-менеджер, который во многом будет выполнять, будет принимать решения ключевые для горожан, а какое там, когда дать тепло, да, там, изменение общественного транспорта, вот у людей будет раздвоение полное. То есть кто главнее? Вот глава МО или сити-менеджер, потому что, собственно говоря, их представления, они вот такие. Это раз, во-вторых, безусловно, когда, если будет принят закон в том виде, в каком сейчас, то, безусловно, очень важная вещь будет вообще процедура избрания главы МО. Она должна быть, с моей точки зрения, не кулуарной ни в коем случае, а публичной. Для того, чтобы у этого человека появилась какая-то степень легитимности, где-то важно. Депутатов, мы знаем, избирая в основном от отдельных округов и даже от списков, то степень людей, поддерживающих их и даже знающих, это даже более важно. Те, кто знает, слышал о них, они очень велик. Поэтому тут вот переход на эту систему, он сразу степень народной легитимности снижается, с моей точки зрения. И я соглашусь с тем, что, конечно, сейчас с точки зрения социальной вообще не ко времени вот эти изменения, они, может быть, когда-то понадобятся, но не сейчас. А с точки зрения кадрового потенциала, мне кажется, действительно, соглашусь с Александром Петровичем, что важнее не количество этих людей вообще, а количество желающих из тех, кто захочет этим заниматься. Мне кажется, их будет крайне мало, и они будут очень тенденциозны, эти люди. Спасибо, Евгений Александрович. Сейчас вопрос от средств массовой информации, пожалуйста. Ну, социологу, все-таки, Игорь, вы уважаемый социолог. Я привык слушать, я очень люблю слушать социологов, особенно рассуждения, потому что это как кокулу за хвост пытаться схватить, она скользкая, ее не поймать. В вашей речи ни одной цифры не было. Вот все ваши рассуждения, они на что сейчас опирались? Они опирались, к сожалению, в собственных исследованиях на эту тему вот в последнее время. У меня нет, но у меня есть данные различные из других регионов, федеральные. Но я могу сказать, если говорить о мнении населения, то вот я доверяю цифре Левада-центр, проводил, по-моему, в сентябре федеральный опрос. Вот, по-моему, 63% населения считает, что главу муниципального образования нужно избирать. Я думаю, что эта цифра близкая к... Помню встречу с депутатами губернатора, когда он удалил прессу и сам удалился. Вот это стопами с Хамской выпускной встречи. С чего начал губернатор? Он начал с тезиса, который очень трудно на самом деле оспорить фактологически. Он заявил о том, что все эти СМИ, эти ваши, показывая сторону Павленко, там еще кого-то, мнения, они не совпадают с мнением народа. Мнение народа правительство Орлова знает из самого достоверного источника. Вот слово «самый достоверный источник» — это цитата из губернатора. Это, и дальше он поясняет, мы создали, ну у него не согласуется предложение, понятно, не образованное, мы создали социологический центр, который нам дает самый верный срез общества. Имея в виду, конечно же, социологический центр господина Остроухова, ну там, суммы-то депутаты должны знать, по 19 миллионов. Можно еще добавить. Как оспорить в данном случае? Там ведь прямо противоположные данные. Причем они, там индекс счастья — это 95%, и две трети населения поддерживают прямо противоположные идеи. Не, не, насколько я помню, там все-таки... Не задавался, не задавался. Там людей спрашивали о том, какие функции, значит, хозяйственные или политические, нужно понимать, что уже на этом уровне 85% горожан, они очень плохо представляют различия между этими функциями. А вот как социолог, отсидите, ведь все-таки в социологии, видимо, существует определенная корпоративная этика и определенные нормы. Вопрос любой не может задаваться, да, ради получения требуемого результата. То есть, ради победы не все средства хороши. Нельзя задавать вопросы, которые заранее провоцируют респондента на ответ. Четких, вообще, этические нормы есть, но четких как бы нет. И в данном случае, безусловно, есть, нередко проводятся исследования, которые, в общем, такой, скорее, манипулятивный характер. Я не могу... Вы уходите от конкретного ответа. Я конкретно хочу дать оценку, ведь мы говорим не о ваших просто прямых конкурентах, мы говорим о государственной социологической службе, созданной правительством Орлова и финансируемой из бюджета. Мы вправе обсудить их конкретно, а не оперируют некими цифрами. Вот вы, как социолог, как ученый... Есть ответ эксперта, Сергеевич, пожалуйста. Ремарочка небольшая. Я уже задал вопрос, можно ответить человеку? Вопросы заданному. Я отвечу и на ваш вопрос сейчас одновременно. Вот смотрите, журналисты должны помнить, ну, в всяком случае, Анжелика должна точно помнить. Вот звучала такая цифра из уст Александра Ефимовича Поликарпова, уважаемого мной. Значит, что 1,8% опрошенных только положительно оценили работу муниципальных образований. А всем известно, что если хочешь получить правильный ответ, нужно задать правильный вопрос. Что это был за вопрос заданный, если корреспонденты оценивали работу муниципального образования? Это вопрос риторический, я ученому задал вопрос. Муниципальное образование это территория. Если бы задавали вопросы, как вы оцениваете работу главы администрации, главы муниципального образования, представительные органы и все прочее, тогда можно было бы о чем-то говорить. Понимаете? Очень много манипуляций. Можно я скажу про социологию, я заказывал. Я скажу, 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 подождите секундочку. Кто заказывает социологию, тот и заказывает цифры. То есть мэр заказывает в своей газетах свою социологию, губернатор свою. Вообще, я сейчас понял, что я ошибался по поводу Акишева и Сырова. Заказывает не губернатор, это было с учетом плащины. Я сейчас понял, что я такое ощущение, что сижу в том же самом болоте, в котором я сидел, когда был мэром, и сам был там этой лягушкой, этой вонючей, как и все остальные политики. Они до сих пор здесь есть и квакают. То есть ничего не происходит, не меняется. Значит, секундочку. И я считаю, что идеальный вариант, но это невозможно, это моя фантазия, чтобы Путин прислал сюда нового губернатора и нового мэра, который бы все это встряхнул нахрен и выгнал бы всех этих мудаков. Жевательная шрифа обувалили. Когда я сказал, пожалуйста, еще наш вопрос. Знаете, по поводу того вопроса, который был задан вот этим вот правительственным центром, он был вопрос из серии, значит, уважаемые архангелогородцы, что вы хотите, благополучной жизни или прямых выборов? Вопрос был примерно такой. Ну, я... Не оглашали. Ну, как не оглашали, я видел. Нет, подробнее, подробнее. Вопрос похожий был, вопрос был похожий, коллеги. Вы делали ответить следующее, что у меня... А теперь, знаете, коллеги, а теперь... Закончим месяц, а потом в это идти на вопрос... А теперь по поводу портрета сети-менеджеров. Значит, у нас в следующем году будут выборы, должны быть выборы в двух муниципальных образованиях. Это Мизенский район и Нежский район. Значит, в силу, как бы, специфики депутатской, мы, значит, ознакомимся с тем, как это идет, процесс подготовки. Значит, выясняется, что на позиции сети-менеджеров, у нас сейчас, если будет принят закон 22 октября, 3 месяца на приведение соответствия устава, и будет, значит, если даже не будет приведен соответствия устава, все равно будет наделяться полномочия по новой системе. А выясняется, что, например, в Онежском районе сети-менеджером хочет быть зам главы администрации и спикер. У меня вопрос. Вообще, по большому счету, это, кстати, та же самая ситуация и в Мизене. А чем они отличаются от избранной главы Оминговой? Ответ на этот вопрос, как бы он, ну, риторически понятное дело. И мы понимаем, что специалистов, которые могли бы идти, их по большому счету нет. Если мы спустимся на уровень еще ниже, например, глава Вельского района предложил сети-менеджеров назначать еще и на уровень поселений. На уровне поселений зарплата там порядка 20 тысяч рублей. Именно поэтому огромное количество глав поселений ушли. Вот мы сегодня буквально утром на комитете ушли, потому что у него, значит, жена в образовании, учителем работая, получает 40 тысяч рублей, а он получает 20 тысяч рублей. У него еще штраф, но еще на 20 тысяч. Да, поэтому специалистов в Архангельской области нету, таких, какие заявляются требования к ним. И, по сути дела, мы здесь шило намыло бы уменять. Спасибо. Да, еще есть один вопрос. А лучше всего поменять поморо на популац. Секунду. Марк Иланский, медиэксперт Москва. В первую очередь хотел бы сделать комплимент Двинеинформ и РЕН-ТВ за действительно высокий уровень работы, за то, что вы поддерживаете плюролизм мнений. Я проследил все передачи, которые были посвящены сегодняшнему круговому столу как итогу. В высшей степени защищались либеральные ценности, это здорово. И в течение каждой передачи был задан вопрос, который сейчас в этой второй части обсуждается по поводу кадров. И многие спикеры, которые были приглашены, отвечали, что кадры есть, кадров много, кадры хорошие. Но теперь я услышал вот Александра Петровича, что хорошие кадры не пойдут на эту должность. Тогда у меня вопрос вот такой. С какой целью задавался этот вопрос, потому что в том свете, как я его услышал, это было так. Если кадры есть, то мы можем назначать сити-менеджера, выбирать, назначать, спрашивать с него, увольнять. А если нет хороших кадров, то подойдет и мэр, которого будут выбирать граждане, ну уж из чего приходится. И тогда народ сам отвечает за свой выбор. Это к вам вопрос. Пример умный в Архангельный народ, он уехал в Москву и оттуда рассуждает. Да, спасибо, вопрос. На ваш первый человек уехал в Москву. Конечно, можно рассуждать умный, тут люди остались. Извините, я хочу сказать, что второй человек. Александр, возвращайтесь. Нет, не дай бог, нафиг мне это нужно. Цикл программ «Взглядство сутки», у нас было 6 спикеров, не все, к сожалению, сегодня пришли к нам на круглый стол. И ясное дело, что мы задавали вопрос, кто может быть, и кадры есть. И, к сожалению, те люди, которые говорили о том, что кадровый потенциал у области велик, он может быть не только из числа депутатов городской думы, да, сети-мейнджер выбран, но также из числа предпринимателей, сейчас эту позицию, возможно, защитить и некому. Но я сама убеждена, как ведущая программа, что действительно кадровый потенциал области, он существует, и есть люди, которые могут занимать эту позицию. Да, но вопрос у меня по-другому стоит. Для чего задавался этот вопрос? Ну, это вопрос о правильном. Что бы это меняло? А чтобы оценить кадровый потенциал области? Просто разные точки зрения, разные спикеры. Разовите фамилии, если вы считаете, что кадровый потенциал у нас в Архангельской области есть, назовите фамилии для Мизенского и для Онежского района. Вот господин Донской назвал конкретно, значит, две фамилии, Сырова и Акишева. У нас, по сути дела, я же, коллеги, я же вам сказал, наш потенциал, он, по сути дела... Такая зарплата, либо в администрации уже эти люди работают, либо они являются депутатами. У нас другого потенциала нету. Либо есть путь, по которому пошел в Велегорский район. Взяли 28-летнего парня, фактически назначили туда главой. Я пойду за миллион или за пять хотя бы, то есть было бы интереснее, да. Поэтому, если вы готовы, назовите фамилии. Но за миллион, да, можно, да. Ну, с этим менеджером. В районах? Мизень, да. Нет, здесь коллеги, здесь сказали, Санкт-Петербург, Ваш вопрос, он такой, так сказать, философский, да. Назовите, огласите весь список этой оперы, да. Конечно же, скажем так, мы ориентируемся на мнение тех экспертов, которые были нашими. Я хотела бы сказать, что я ссылаюсь на мнение эксперта Поликапова Александра Ефимовича. Он как раз говорил о том, что он может выделить определенных лиц. Он, к сожалению, сейчас нет, да, он не может ответить вопрос, но он может выделить. Да, и тот же Ковалев Сергей Михайлович у нас говорил, что у нас масса градообразующих предприятий. А кто это Ковалев? Севмаш предприятия, да, так сказать. А, дверные. Лесные предприятия, где работают достаточно много. Да, Иван Ильич, пожалуйста. Анжелика, а вы слышали лично о Поликапове, что ты говорил? Конечно, я беседовала с ним в студии. Вы из этого часового монолога что-то еще уловили односложное такое? А Ковалев кого предлагает? Можно разъявить? Сергей Михайлович Ковалев в своем интервью на вашей передаче сказал как раз про такие города, что у нас большой потенциал, он действительно большой, это в городообразующих предприятиях. И, мол, оттуда мы возьмем, значит, людей на сети менеджера. Ну, Александр Ефимович говорил так. Давайте мы, хотелось бы просчитать практическую плоскость. Давайте посчитаем. Возьмем, например, не генерального директора комбината. Заместителя, да. Возьмем главного инженера, ведь не мастера же смены будем брать, мастера цеха. Возьмем главного инженера. Доход, по официальным данным, доход главного инженера за 2012 год комбината составил 500 тысяч рублей. Порядка 500 тысяч рублей. А, конечно, можно комбинат приехать. Да, значит, порядка 500 тысяч в месяц. В месяц, да. Соответствующая зарплата главы города, мэра города, это порядка 100 тысяч рублей. Остальное украдет? Значит, чтобы пригласить главного инженера, надо хотя бы на такую зарплату, то есть расходы бюджета увеличить в 5 раз. Следующая, председатель горсовета получает порядка 60 тысяч рублей. Но он же будет главнее, он же будет главой, он будет главнее, чем сети-менеджер. Значит, зарплата его должна быть больше. Соответствующая, предположим, 600 тысяч рублей. То есть расходы теперь на этого человека у нас из бюджета возрастут в 10 раз. Вот вам конкретный пример. Смотрите, ваш зарплату. Смотрите, можете сказать, ваш зарплату, 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 зарплату. Зарплата. Секундочку. Не как город, а как цехорг английского ЦБК. Очень хорошее предложение, я думаю, надо. Подожди, можно просто зарплату скажу. Зарплата, зарплата, зарплата. Давайте, просто секундочку. Ректор САФУ получает в 10 раз больше, чем мэр города. Это смешно, понимаете? Никто этого не может доказать. Это реальная ситуация. Вопрос, пожалуйста. Пожалуйста, подвинная информация, Ирина Катарина. У меня вопрос, касающийся, наверное, скорее всего, первого вопроса нашего сегодняшнего собрания. Кто-нибудь просчитывал или гипотетически может назвать цифру вот этой реформы в итоге? Во что она выльется? Только по городу Арканску звучало 2 миллиона. А по области только переименований. Пожалуйста, Владимир Савченко. Знаете, у нас очень хороший вопрос. У нас, вот когда что-то интересное затевается в области законодательного, как бы, строительства, да, инициатив, у нас есть необходимость просчитывать это. Ни на один вопрос, сколько это стоит, ответа правительства нет. А что вы не спрашиваете Гришкова? Ну как нет? Он же за консистенцией, как геномоники. Мы приехали, мы и на комитете спрашивали, и на депутатских слушаниях спрашивали. То есть, а где она нет? Нет-ка раз на областном собрании за эту сессию. Ирина, за сессию, за сессию 2 октября будет. Этот вопрос прозвучит, наверное, должен прозвучать в самом начале. Да нет ответа. При обсуждении. Нет, я вам... Пожалуйста, ваша пресс-коллега. Ну что мешает депутатам на сессии собрать треть подписей и выступить с инициативой, заслушать Гришкова и задать ему прямой вопрос. Сэр, вы просчитали сонинность реформы? Слушайте, Гришков не является тем лицом, который ответственный. Это Ковалев. Илья, у нас есть еще другие журналисты, кроме вас. Я понимаю, но... Давайте вам дадим слово один. Как же мне официальный ответ это, вот оценочного? Все как ужик все. Сказали, что оценки нет. Да, пожалуйста. У меня очень короткий пандан. Как раз Александру Викторовичу... Что такое пандан? Я не в курсе, я не... Двойной вопрос. Не в теме. Пандан или что? Бандаж? Пожалуйста, все слова. Пандан. Что это? Скажи просто, я не понимаю. Это два части, которые идут друг за другом вместе. А, хорошо. Отдельности не могут звучать. Понял, буду знать. Я просто начнем бы вернуться к теме... Пожалуйста. ...вот этой второй части по поводу кадров. Ведь кадры это всегда личности. А от личности уже зависит, как кадры будут себя вести. Так вот, Александр Викторович, скажите, если бы вы были не мэром, а сити-менеджером, как бы изменилась, возможно, ваша политическая судьба? Я бы не был, меня бы никто не назначил просто, потому что я случайно попал во власть, потому что меня просто недооценили. Поэтому пока люди там большие думали о том, что я не изберусь, я набрал 20% рейтинга. И потом, используя принципы Айкидо, используя своего противника против... Айкидо. Айкидо, да. Именно, да. Я выиграл выборы, потому что было трудно подтасовать, потому что у меня с Ролом была большая разница. А когда баллотировал с Базанова, там было легко подтасовать. То есть там подтасовали. Вот. Следующий выбор Павленко выиграл... Ну, я все знаю. Значит, вопрос такой, что... Я знаю, как это рубилось топором, да? Значит, вопрос в том, что... Значит... А что ты спросил? Еще раз. Бандал 2. Как бы изменилась ваша жизнь? А, моя жизнь... Актическая судьба? Да это просто... Это нереальная ситуация, просто это невозможно. Вообще, мне это... Ну, меня вообще, в принципе, политика сейчас сама по себе не интересует, потому что зарплаты маленькие. Я сейчас отношусь к этому цинично, да? Нахрена мне этим мэром или кем-то еще с теменеджером, если мне платят мало? Миллион рублей, если будут платить, я поеду в Мизень. Хорошо. В Архангельске могу за 800 тысяч. Поэтому... Меньше я не пойду. То есть... И я другим рекомендую просить большую зарплату, потому что в Сафу большая зарплата. Мэр должен получать больше. Мне нравится, это амбициозно. Хорошо. А в 2003 году вы же были против сити-менеджерства всякого. Мне все равно. Мне сейчас все равно. Я говорю о том, что если тут нет противников системы власти, нет тех, кто хочет порушить вертикали в власти, противников Путина, то надо же согласиться с тем, что... Я за дотского мэра голосовал, потому что он говорил честно. Если все равно, еще что-то ехать. Илья, секунду. Нет, не все равно. Нет, нет. Я скажу. Зачем приехал? Скажу. Скажу. Хороший вопрос. Я приехал, потому что я хочу встроиться в систему. И эта система встроится здесь? Нет. А здесь просто как раз... Перелетим в перепалку. Пожалуйста, вопрос, коллега. Александр Викторович, вторая часть фондана, вы практически на него ответили, но вот прямо ответьте, вот вы сюда приехали для того, чтобы все-таки как-то претендовать на пост мэра или... Объясняйте, что здесь нарушилась моя политическая и общественная карма, да, то есть я хочу ее изменить. Я полгода молчал, и даже в Википедии изменилась там, значит, формировка, то, что я исчез. Я специально ничего не говорил никому, да, то есть я же просто думал, медитировал, да. Я понял, что, значит, для меня интересно, значит, войти в систему. Я сейчас работаю с разными губернаторами в разных регионах, то есть мы делаем разные проекты музейные, значит, развлекательные и так далее, то есть то, что и повышает их рейтинг, да, то есть я хочу здесь работать, например, с тем же губернатором. Мне без разницы, кто это будет, Орлов, Петров, Сидоров, там, какая мне разница, кого он знает, кто это будет. В качестве чиновника или в качестве бизнес-курса? Значит, я хочу на этом зарабатывать и помогать им улучшать имидж регионов. Конкретные проекты есть уже? Музей поморской культуры, который я хочу, чтобы губернатор сделал, то есть с моей помощью я на этом заработал. Спасибо. Переходим к следующей теме нашего круглого стола, крайний третий, пожалуйста, Женя. Да, завершающая тема, которую мы так или иначе касались со всеми участниками программы «Взгляд с высотки». Способен ли закон нивелировать конфликт между областным правительством и мэрией города Архангельска? Слово хотелось предоставить Ивану Леонидовичу Попову. Да, я хочу сказать, что Иван Вольный или не вольно сам в свое время, будучи мэром Новодвенска, ну как-то вот, да, испытал некие, скажем так, напряжение с областной властью, да, и уж не буду говорить следствием, это стало конфликтом или нет, но, по крайней мере, вы, как никто, на своей шкуре, что называется, испытал вот это вот некое напряжение. Пожалуйста, ваши комментарии по этому вопросу. Ну, спасибо за вопрос, хотя я все-таки был мэром Новодвинска, и если говорить о, значит, тех, значит, что говорят в народе, значит, я думаю, что первому надо было задать вопрос Александру Викторовичу, потому что меня-то называют вторым доским, поэтому по большому насчету надо Александру Викторовичу первому ответить на этот вопрос. Он еще ответит, хорошо. Вот. За все. Да, за все там. Вот. Мне, конечно, сложно судить по городу Архангельску, потому что я не знаю этой вот до конца ситуации, поэтому этот конфликт, он может быть и широко не афишируется. Хорошо. Насколько он разрушителен? Или не вообще? Меня в большей степени это волнует немножко другое в этой ситуации, значит, ведь когда у нас не хватает денег, мы почему-то в первую очередь начинаем думать, как ветеранов решить льгот. Если у нас какие-то проблемы с управлением, мы в первую очередь думаем, как людей избирать или лишить прямого права избирать мэров городов и глав муниципальных образований. Я думаю, что все-таки решая, надо искать другие способы для решения этого, может быть, непонимания, так называемое, может быть, непонимания, трудности в управлении, потому что, значит, у нас всегда страдают простые люди. Вот это у меня непонятно. Я думаю, что это ошибка. И вот это желание решить этот конфликт, значит, мы перекладываем этот конфликт, это обсуждение совершенно в другую плоскость. Это в плоскость наших, значит, избирателей. Решаем их прямого права. И избиратель же не сказал своего последнего решающего голоса, потому что именно избиратель решает. И для высшего законодательного органа Архангельской области областного собрания именно решение избирателей является высшим решением. И придется, может быть, изменять или отменять этот закон. Поэтому я согласен с замечательной поправкой моих коллег Компартии «Справедливая Россия», которую они вынесли на сессию о том, что все-таки этот момент нужно переложить в муниципальное образование, чтобы каждое муниципальное образование решало. Если уж люди на местах решат, что быть вот этой модели, напрямую выбирать мэра, то я думаю, что ведь сложности я понимаю, есть, может быть, у чиновников наладить отношения с головой, но в каждой работе свои сложности, что сделать. Спасибо. Александр Ильич, ваше мнение, раз уж мы сказали, да, насколько конфликт области и города разрушителен вообще для Архангельского ситуации? Ну, абсолютно точно разрушителен. Правильное было мнение, человек приехал в Архангельск, то есть это помойка, да, то есть как была помойка при мне, так помойка дальше, как была при Ниле и при других мэрах, то есть ничего не изменилось, то есть какие-то попытки такие микроскопические, то есть ветхого жилья стало больше и так далее, денег не выделяют, то есть поэтому я вижу, допустим, пример Грозного и пример Казани, да, то есть, что они заслуживают лучшей жизни, чем мы, что ли, то есть вот там все классно, то есть там работают в связке, там, значит, федеральная, областная и муниципальная власть, все хорошо. Я хочу, чтобы у нас было так же, как в Грозном и в Казани, так же красиво, то есть и все, то есть если кто-то это может сделать, мне все равно, кто это будет, это будет Орлов или кто-то другой, там, или Павленко, все равно, значит, пусть это будет, потому что я хочу приехать в свой город, и мне должно быть за него не стыдно, потому что я не знаю здесь, что показывать. Достопречательность одна была, это вот высотка деревянная, и то ее снесли, то есть, ну, и которую сделал предприниматель, да, то есть все остальное дерьмо, музей дерьмо, я сделаю лучше. Спасибо. Да, сначала ваша точка деревьев. Я хотел одну реплику по поводу, значит, Грозного и Казани. У нас в момент подписания федеративного договора, вот, значит, в момент подписания федеративного договора в начале 90-х годов распределялся так называемый фонд субсидий. Так вот, Башкортостан, Татарстан и Течня попали, вот, собственно, в те три, значит, субъекта, где, куда шли, значит, целевым образом вот эти субсидии. А четвертая часть, это вся территория остальной России, поэтому понятно, откуда там такие большие деньги, собственно, как бы республики идут. Что касаемо ответа. Вот я на самом деле, я не считаю, что вообще по большому счету конфликт есть. Как это ни парадоксально звучит. Я не вижу проблемы в том, что, скажем, мэр города Архангельска защищает свою позицию, которую, по сути, ему ретранслировали часть экономической и политической элиты, часть образовательного сообщества. И я не вижу никакой проблемы в том, что, если даже допустить, что какой-то чиновник из администрации президента посоветовал там губернатору, либо его политическому заму защищать этот институт сити-менеджера, что они так себя ведут, ведь никакой проблемы нету. Я вижу другую проблему. Я вижу проблему такую, что мэр Горяжма против ликвидации системы введения сити-менеджера, мэр Котласа Бронин против этого, мэр Новодвинска против. И когда вот мы от фракции направляли письма, ребят, вы выскажите свою позицию вслух, там никто высказывать эту позицию не хочет. То, что, по сути дела, они себя ведут, как в 20 веке таких называли коллаборационисты. То есть просто они соглашатели, они боятся того, что им там что-то, кто-то случится. Но есть один очень мужественный человек, зовут его фамилия Мужиков, значит, спикер их Нитоймского собрания, который внес все-таки поправку, понимаете. А все остальные, вот, поэтому здесь никакого конфликта нету, здесь просто каждая страна защищает свои интересы. И это правильно, в демократическом обществе необходимо критично относиться к этим вещам и защищать свои интересы, и интересы города. У нас ни одного политика нет сильного в Архангельской области, который обладал бы еще нужной властью. Поэтому, допустим, ты мог бы быть сильным политиком, но не тянет власти, потому что я в оппозиционной партии. Ну, типа оппозиционной, да? Да, сейчас хотелось бы узнать мнение Александра Петровича по этому вопросу. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, можно ли посредством закона, при принятии закона устранить этот конфликт, или все-таки вы тоже считаете, что конфликта нет? Меня учили в свое время тому, что в любое противоречие есть движущая сила прогресса, поэтому я как-то с конфликтом отношусь, может быть, даже и хорошо, а именно вот при достаточно острых позициях можно найти наиболее толковый результат. на самом деле конфликт, конечно, есть, и он идет, но поддерживается он не потому, что там действительно люди рубятся за свои позиции, за всех сил. На самом деле просто он выгоден, выгоден, и пока он есть, есть возможность обоим сторонам оправдывать определенные свои, так сказать, промахи, определенные свои недоработки тем, что вот ведь конфликт же. Местного самоуправления примерно где-то с 2000 года в России больше нет. То есть сегодня вот эта вертикаль, которую Александр Викторович очень много говорит, она сегодня достигла самых низов. Местного самоуправления нет. Оно было в 90-е годы, в начале, в таком романтическом варианте, когда достаточно высокая самостоятельность была у городов, значит, районов, сейчас этого нет. Сегодня есть столичный город, который в нашей области столичный город, который обладает определенными ресурсами, большими, чем другие города, которые определяют как место сосредоточения областной элиты определенные социальные, значит, вопросы отношения общества к разным темам. И это прямая конкуренция, значит, областной власти, которая тоже хотела бы всем этим заниматься и это определять, и этими ресурсами, так сказать, управлять. И вот здесь вот это противоречие, оно как бы вот выхлестнулось в такую форму, в форму, когда есть, ну, скажем, чисто человеческое поведенческое обозначение этого конфликта. Ну, мне кажется, пройдет и это. Но печаль-то в том, что сегодня нет защиты каких-то серьезных, скажем, жизненно важных для населения интересов в рамках этого конфликта. Населению реформа, которую мы сегодня обсуждаем, глубоко индифферентно. То есть никто, вот мне, например, никто вопросы по реформе никогда не задает и не спрашивает. Спрашивают о том, как там губернатор с мэром, а по реформе местного управления нет. Потому что люди очень точно и четко чувствуют, что то, что сегодня идет, оно никакого толку им не добавит, никаких им дивидендов не принесет, поэтому как-то вот они равнодушны. А что касается вот закона, который может поправить, а может не поправить этот конфликт, я думаю, сегодня как бы и закон-то этот, ну, будет принят по этому закону, будут поменены уставы, через какое-то время где-то что-то, так сказать, изберется по этому закону. Но столичные города в регионах как раз просто по определению, поскольку у них больше ресурсов, у них больше статусности, они все время будут в каком-то противоречии с областью. И главное, чтобы не выпрыгивала вот эта противоречия из конструктивного русла в такую вот, ну, публичную, скажем, ругань между двумя должностными лицами. И вот с принятием закона, на ваш взгляд, этот конфликт сойдет на нет? Закон абсолютно ни при чем, потому что он ничего не решает, ничего не исправит, что было, то и будет. Спасибо. Сергей Иванович, в вашем буквально... Я думаю, что конфликтов увеличится число, потому что, ну, давайте так смотреть, по-архангельску опять. Избрали главу муниципального образования на сессии. Он избран. Разве он не будет с губернатором спорить из-за финансов, там, собачиться? Обязательно. Должен. Должен, но... Я помню, Петрович, я помню в 91-м, в 93-м году с губернатором, о как, запрещал действия областных законов на территории города Архангельска. Вот. Сергей Петрович? Да. Глава муниципального образования. Он же вырос потом. Да, да, да. Стал великим, бодрым. Теперь, смотрите, Дума избрала главу муниципального образования и себе же председателя. Раз. И назначила сити-менеджера. Между сити-менеджером и главой муниципального образования будет конфликт обязательно. То есть количество конфликтов увеличивается при этом законе. Я еще раз повторяю. Меня здесь смущают вот эти иллюзии разработчиков закона, иллюзии работников областного правительства, областных депутатов, значит, фракции «Единая Россия». Они думают, что с изменением вот этой конструкции у нас жизнь наладится, города, значит, помойки свои уберут и так далее. Да не будет этого. А сколько дополнительной, рутинной, ненужной работы вы, ребята, не представляете. Я это проходил. Видали мы все это, говорю, в 91-93 год. Вот, пожалуйста, глава муниципального образования и избранный на сессии Александр Петрович Иванов и Бронников назначенный сити-менеджером. Потом, значит, были периоды. Все это уже проходили. Не надо иллюзиями питаться. Вот я о чем говорю. Нужно сейчас просто оставить существующее положение вещей. Не время. Спасибо. Но вот Александр Викторович Донской, да, вот он как раз буквально тоже попрошу ремарку. Да, вы сказали, что все-таки вот с точки зрения структуры и вертикальной управления, вот принятие все-таки этого закона, да, это некое наведение порядка. Вот так у вас звучало. Ну, на самом деле, нужно понимать, что в целом мы находимся в состоянии войны сейчас, да, то есть, хотя по нам, допустим, там всякие ярыши не стреляют еще из баллистических ракет, но в любой момент ракета может прилететь. То есть, поэтому мы находимся в состоянии войны. Значит, у нас должно быть военное положение. То есть, должно быть сейчас вертикальная власть везде. То есть, всех нужно назначать. Это будет нормально, и тогда будет понятно, кто за что отвечает. То есть, ну, в данной ситуации, то есть, вот эти выборы, это все, то есть, как бы, это все фикция, да, опираться. Это фикция, на самом деле, еще раз хочу сказать, что народ нифига не понимает политики. Вот сколько им там газеток сунуть, кто больше сунет газеток, кто больше через телевизор что-то скажет, за того не проголосует. То есть, демократии-то нет все равно, то есть, поэтому зачем тратить деньги на это, тратить большие бюджеты, то есть, надо всех назначать на текущий момент, и все, и тогда будет понятно, что кто за что отвечает. Да, уважаемые коллеги, на этом, позвольте, да, так сказать, мы подведем некую, так сказать, черту, то есть, мы будем круглый стол в варианте прямой трансляции на телеканале ПС, который сейчас происходит, да, мы ее будем завершать, но после этого круглого, после критической трансляции, завершения трансляции, мы можем еще остаться и какие-то отдельные вопросы здесь задать и ответить, да? Да, уважаемые участники круглого стола, телезрители, я, как автор и ведущая программы «Взгляд с высотки», хотела бы выразить удовлетворение тем, что те цели и задачи, которые мы ставили перед этой программой, они выполнены. Самое главное, что мы дали телезрителям увидеть очень разные точки зрения по этому вопросу. Мне бы хотелось бы поблагодарить, во-первых, тех экспертов, которые пришли к нам в студию и которые сегодня пришли на этот круглый стол. Спасибо вам большое, что вы выразили свою позицию открыто. Во-вторых, это мои коллеги, которые помогали мне в создании этой программы. И также за сотрудничество благодарю информационный центр «Двину.Инфо». Я могу сказать, что с точки зрения телекомпании РНТВ «Архангельск» мы, несомненно, продолжим цикл программ «Взгляд с высотки» с Оржевикой Котовой. И, конечно же, это будут уже другие темы, которые волнуют наше архангельское общество и которые являются достаточно резонансными. Но хочу со своей точки зрения подтвердить еще раз готовность нашей телекомпании РНТВ к открытому диалогу со всеми органами власти всех уровней. И мы открыты к диалогу. На этом мы нашу телевизионную трансляцию на телеканале ПС Круглого Стола Мэрили Сити Менеджер завершаем. Спасибо всем за внимание.